Я Семена Анатольевна Григорьевна, 1924 года рождения, училась в Саратовской фельдшерской акушерской школе. Началась война, я училась на третьем курсе. В 42 году я уже получила диплом фельдшера и была призвана в армию уже работать в госпитале. Первое наше боевое крещение было под Курском. Но бои под Курском были, конечно, ужасные. Война на Курской дуге прекратилась и мы перед садой Руси пошли в Украину. А они бомбили нас и днем и ночью. Вот однажды, значит, тоже днем налетели. Мы были на своем месте. Ну, слышим, что надо куда-то убираться. Ну, куда? Мы в землянку, установлены, за Украину- tomorrow. И существует уже даже больше. И слышим – летит. Летит уже бомба! Звук такой «чууууууу»! С нашей стороны это буквально ну метров 200. Нас землей засыпало, ветками, а он зажигалок еще набросал, и там поджег. Вот склад наш горит. В палатках матрасы горят, где раненые у нас размещались, там стали кровати, и палатка, значит, загорелась. Ну, побежали, видели это все. Кто куда, где чего спасать. Вот такие налеты переживали. Война, у меня есть война. Переезжали с места на место. Ну, а потом добрались вот до Минаруссия, до Минска, расположились даже вместе со штабом фронта. Каждый день мы должны обязательно доставить нанесение. О прибытии раненых и убытии раненых. Иду, а тут тоже платформы, там разгруженные вещи. Просто солдат мне говорит, девушка, девушка, подождите. Смотрю, подъезжает в Елюз, выходит Рокоссовский. Ну, это, конечно, такая радость души была, посмотреть на главную команду, что бурка на нем нагрошена. Ну, все, он уехал, конечно, он долго не был, не пошла своей дорогой. В Падминском мы там многовато постояли. Потом у нас, значит, по направлению уже в Польшу. Это Бабруйск. Ну, а потом пошли уже по направлению дальше. Это Брест. В общем, вот так передвигались, передвигались в Польшу. Насколько я ходила с этими донесениями, что шапком, то меня, значит, уже заприметили. И меня взяли работать туда. Уже когда мы на территории Германии были, начальник этот вызывает. Он говорит, пригласите ко мне всех девушек за девушек. Он говорит, вот вам предстоит дело. Очень почетная миссия. Вы поедете завтра в Берлин. Это 7 мая было. Мойте, стирайтесь, гладьте. Завтра в 6 часов я буду вас смотреть. Утром в 6 часов мы мы стреляли. Он посмотрел. Ну, где ж такие девушки-то живут? А я их никогда и не видел. Ну, короче, дает нам майора и говорит, вот, завтра вы поезжайте. Путевка в распоряжении коменданта города Берлина, генерала Берзарина. Мы туда прибыли. Мы рано утром выехали. Туда прибыли только к обидам. Потому что нужно было проезжать очень строгий контроль. Везде эти пункты. И наша задача была подготовить банкет после подписания договора. Целый день они все заседали. И вот уже ночь начался банкет. И тут уже, конечно, мы увидели столбом буквы «Ш». Президиума и три таких стола для миссий всех. Ну, и англичане, французы, и американцы. Ну, а наш Жуков, конечно, председательствовал. Ну, после подписания тут уже стали разъезжаться. Ну, вот тут я и видела и Рокоссовского, ну, всех главнокомандистов. И Конева, Рокоссовского, и, ну, всех. И танкистов, и летчиков, и артиллеристов. И всех в родовой войск. Ну, вот так я попала на этот банкет. Но дело в том, что банкет закончился, мы все уже разошлись. Ну, надо что-то покушать, хоть что-то схватить. Мы целые двое суток, можно сказать, толком не покушали. Ну, я побежала от стола, нету ничего. Побежала на кухню, думаю, там может что-то. А там тоже ничего уже нет. Осталась сметана немножко, осталась там банка. Я оттуда, думаю, как же мне вину. Ну, я взяла пятую, схватила графин, и графин эту сметану налила. И бегу, а уже майор кричит, по коням, по коням. Ну, в общем, короче говоря, эту графин я увезла. Естественно, у меня вон он стоит. Вот в этом графине была сметана, потрогает. Серебро, конечно. Ну, вот так война закончилась. Это в госпитале вот заслужила одна современная церковь почета. Вот фронтовые мои подруги. Это родители тут. Папа вот здесь, мама вот в клаточке. Это вот тоже детский дом. Это вот что-то вот. Субтитры создавал DimaTorzok